Добрый день! Сегодня мы готовим мясо. Мясо какое, скажете? Я бы сказала, просто отварное. Она подходит и для диеты. Если разогреете, можете на нём что-то приготовить ещё. Можете использовать бульон отдельно, можете использовать мясо отдельно в форме, вот как колбаса нарезается. Я не знаю, вкус колбасы варёной, скажем так. Но в то же время это почти как холодец, но не разливной, а придали мы ему чуть-чуть форму. Давайте начнём. Я взяла мясо. У меня говядина. Выше ножки, вот голяшка, да, называется эта часть. Ничего не буду отсюда отрезать. Всё, что как есть, как купила, так и оставляю. Единственное, что замачиваю на 3-4 часа. Замочила, помыла и посмотрите, сколько здесь жилок. Самое главное для нас вот эти жилки. Иногда вы ходите и слышите, как трещат у вас коленки, локти, иногда шея, пальцы на ногах. Так что вот этот треск можно убрать благодаря этому мясу, этим жилкам. Как бы оно придаёт нашему телу смазку, я бы сказала так, как по-народному сказать, да. Чем покупать какие-то лекарства непонятные. Лучше будем питаться натуральными продуктами. И у нас будет больше сопротивляемости ко всяким болезням, неудобствам и так далее. Вот я сейчас хочу взять ножик и отрезать вот эту жилку и показать вам, какой она толщины. Вот эти жилочки, которые держат наши мышцы, они идут и соединяются к кости. Их оттуда отрезать, оторвать невозможно. Но отварить и, как говорится, получить от него вот эту желеобразную массу мы можем. Это в наших руках. Так что, вперёд! Если хотите, готовьте со мной вместе. Вот смотрите, режу. Нож у меня довольно-таки острый, но я его прорезать не могу. Скажите, руку бы убрала оттуда, а то порежешься. Да не порежешься, потому что там после этой жилки ещё жилка есть. Так что нож никак не проберётся до моей руки. Точно так же, вот на верхней части тоже, посмотрите. Видите? Вот это, когда всё сварится, и оно растворится прямо в бульоне, тогда будет то, что нам надо. Та вот клейковина, тот, как говорится, желатин, который нам нужен. Чем пить желатин? Ложками разводить его в воде, пить. Честно говоря, может кто-то это с удовольствием пьёт. Я это не могу делать. Я отварю, и лучше это будет и обед, или же полдник, кусочек там с хлебушком, или же около салата кусочек, это будет диетическое блюдо. Я его, как говорится, приведу в порядок. Беру скороварку, опускаю туда наше мясо, которое оно уже лежало в чистой воде, а потом промылось. Укладываю сюда в кастрюлю. Кастрюльке моей лет сорок. Она мне долго служила, и я никак не могу расстаться с ней, когда мне приходится готовить вот такие вещи, я и использую. Вот такие вещи, или варёную сгущёнку я обычно в ней варила. Очень удобная кастрюлька. Заливаю водой, чтобы покрывало. Полностью залили водой, и ставим на огонь. Можете пока не закрывать крышку. Ну, если у вас нет скороварки, вы будете готовить в кастрюле. В кастрюле будем варить в два раза больше. То есть, если в скороварке я варила три часа, вам придётся варить шесть или восемь. Чтобы полностью сварились эти жилки, растворились в бульоне. Несмотря, что мы будем его варить столько, вам всё равно какая-то часть жилок останется. Как видите, бульон получился прозрачный. Я слила первую воду. Не пожалела. Помыла мясо и обратно положила в кастрюлю. И сварила. Как видите, полностью сварилось мясо. Но жилки там ещё не полностью растворились. Даже внутри мяса. Внутри вот этих мышц они остались. Теперь отделяем бульон в одну сторону, косточки в другую сторону, а жилки в третью сторону. Вот, как видите, мясо полностью чистое отделило в миску. Бульон у нас вот здесь. Несмотря, что сливали воду, всё равно остался там жир. А здесь у нас жилки. Без жира жир мы выкинули, где попадалось. А вот мясо с такой вот, как говорится, если есть плёночка, плёночку убрали, тоже выкинули. Но уже когда оно сварилось, это проще делать, чем когда оно сырое. Оно скользит, оно... Вы не можете его поймать, резать. А так всё проще. Теперь беру блендер и всё перебиваю в этой посуде. Это всё жилки. Здесь жира нет совершенно. Теперь же вы можете уже думать сами. Хотите, чтобы у вас был прозрачный бульон с мясом, как холодец, или же, чтобы у вас было, как бы, лекарство ваше, мясо, и вот эти жилки. Я добавила туда розмарин, соль, перец и зубчик чеснока. Потом блендером размешала. Теперь добавлю чуть-чуть прозрачного бульона, или вот того, что у меня там остался бульончик ещё. Я его долью, размешаю, и остальное всё буду мариновать это мясо. У меня прозрачная часть, мы её тоже сюда выливаем. Перемешиваем, и у нас получился вот такой соус. Заливаем этот соус прямо на наше это мясо. Оставим его где-то час, чтобы он пропитался чесноком, солью, перцем. Или же, не хотите заморачиваться, прямо вот так можете его положить в какую-то ёмкость и застудить. Вот вам уже готовое, холодное, скажем так. Сейчас, я знаю, кто-то там молчится и говорит, ну, непрозрачное, ну, некрасивое, ну, что это такое? Хорошо, сейчас я его приведу в порядок. Это для лечения, это не для застолья, запомните. Вот, теперь я отделила соус отдельно, мясо отдельно. Беру чашку, застилаю его каким-нибудь кульком, опустила туда кулек и всё. Теперь укладываю туда мясо. Разные кусочки, большие, маленькие, всякие. Иногда попадутся жилки, которые немножечко ещё, как бы, не отстали от мяса. Представьте себе, скороварка, 3 часа и жилки ещё есть. Видите, какое мясо я купила? А всему был, как говорится, толчок. Док, дочка уже целый месяц ходит и лепит на коленке пластырь. Я говорю, что такое? Мама говорит, когда я хожу, они у меня трещат. Я и решила ей приготовить вот такое. Если бы я сделала бы холодец, и там бы попалась какая-нибудь жилка, она бы его не съела, потому что она капризна. Так, мясо уложила, сверху добавила этого соуса, в котором лежало, пропитывалось это мясо. Заполняю все пустоты. Нажимаю, и уходит воздух, а пустоты заполняются. Дальше опять мясо и соус. Так перекладываю всё, как бы, где-то будет у меня вот эта масса. Потому что, когда она застынет, это же фактически желатин, только он не прозрачный, так как я там разбивала все жилки. Самая полезная часть, то, что нам нужно. Дело в том, что холодец, она съела бы прозрачный, с мясом, но, как мы говорим, хаш, она бы не съела бы никогда, потому что это не то. Там будет уже запах мяса, запах лаврушки или ещё что-нибудь. Короче, мы же подстраиваемся под своих детей, и, значит, мы стараемся сделать так, чтобы им было хорошо, приятно, и чтобы здоровье укрепить. Во-первых, у нас не будут выпадать волосы. Это раз. У нас перестанут трещать кости. Это два. Мы будем сыты. Это три. Мы можем использовать это мясо в нашей диете около салата, кусочек, и всё. Обычно те диеты, которые я вам пишу, там 100 грамм варёного мяса. Вот вам и варёное мясо. Рядом с салатом это то, что надо. Вы будете сыты, и вы не наберёте никаких калорий. Всё. Теперь нам надо завязать наш кулёчек плотно, чтобы не оставалось там воздуха. Выпускаем его. Можете потрясти, можете кулёк приподнять. И завязываем. Теперь второй точно так же. Мне показалось, что там ещё есть место. Я сейчас туда ещё добавлю соуса. Вы знаете, этот соус сам по себе напоминает сосиски. Честное слово. Я застудила её. Вот я озвучиваю на следующий день. Только что я отрезала с краешку там кусочек. Прямо вот в этой пиалке я оставляла её, накрыла стрейджем. Он застыл. Мяса там нет. Там только соус. Он застыл, как желе. И вот я отрезала кусочек. Попробовала. Ну, такая вкуснотища. Потом можете сделать пюре. Взять в микроволновке ложки две разогреть. И полить сверху пюре. Тоже будет очень вкусно. Ну, в смысле, продукты свежие. Вы сами приготовили. Видите, что там есть. Нет никаких консервантов. Значит, зелёный свет. Всё. Вторую чашку тоже. Приподниму сейчас кулёк. И завяжу его. Теперь эти две чашки, они уже готовы. Я их убираю в холодильник. У меня не было формы, я использовала чашку. Вот и всё. Осталось мясо и, опять же, вот этот соус. Я повторяюсь, у меня дочка капризная. Поэтому я мясо залью прозрачным бульоном. Уберу его в маленький контейнер. А соус оставлю вот так, прямо в пиалке. В итоге у нас остаётся бульон прозрачный. Что же делаем с бульоном? Берём бульон. Берём, если у вас есть зип-пакеты, хорошо. Если нет, берёте обычный пакет. Складывайте донышком вниз, горлышком наверх, естественно. Несколько пакетов рядышком. И заливайте туда ваш этот бульон. Предварительно можете собрать жир и выкинуть отсюда. Или же остудить вот это всё. Жир легче соберётся. Или же можете оставить жир. Вы же всё-таки готовите для семьи супы. Супы, борщи. Можете использовать этот бульон там. Но если используете сами и вы на диете, то вам нужно будет без жира. Когда оно замёрзнет, вы можете легко выкинуть этот жир оттуда. Заливаем в кулёчки. Я залила в зип-пакеты. Вот в этот контейнер у меня поместилось 4 кулька. Равномерно разлила туда этот бульон. Закрыла замочек зип-пакета. Сейчас я вам покажу. Вот так сложила их так на бок. И, пожалуйста, 4 порции 2-х литровой кастрюли бульона можете сделать. Или взять, просто разогреть себе в чашке. Положить туда укропчик, петрушечку или кинзу. Съесть с удовольствием. Вы получите такую энергию. Вы получите столько смазки для ваших хрящей, что будете довольны и рады. Вроде бы всё рассказала, показала. А теперь хочу сказать. Поделитесь, пожалуйста, этим видео. Пусть люди видят, пусть люди готовят, чтобы у них тоже ничего не болело. Ведь больная жена никому не нужна. Есть такая пословица, знаете, да? А тем более, когда мы болеем, страдают люди, которые рядом с нами. Ну что ж, всё. Заходите ко мне ещё. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, много денег и радости. А на видео в конце, там есть такая стрелочка. Если туда нажмёте, теперь видео сами будут приходить к вам. До свидания. Всего вам доброго. Пока-пока.